Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Начинаем наши открытые эфиры прямые. 15 минут с ребёнком в детском саду и дома. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о таких пособиях и, наверное, всем уже известным, но широко известный метод, метод Монте-Сори. Мария Монте-Сори – это известный итальянский педагог, первая женщина-врач, потому что в те времена учиться на врача могли только мужчины. И она долгое время занималась развитием детей с ограниченными возможностями. Но Мария поняла, что детям нужна, скорее всего, помощь не психиатрическая, потому что она работала при психиатрических центрах, больнице, а больше педагогическая. И вот в дальнейшем Монте-Сори начинает изучать педагогику и психологию, а также эволюцию и развитие человека. И в это время начинает зарождаться её собственная методика. Это методика, поставленная на различном дидактическом материале. Заоснованно взяла материалы сегена и переработав их, усовершенствовав. И вот метод Монте-Сори, метод обучения детей, он, как я уже говорила, известный во всём мире. Существует множество школ в Монте-Сори, большое разнообразие материалов. Мария Монте-Сори считала, что маленькие дети – это не пассивные ученики, которых нужно наполнять как куб какими-то знаниями. А наоборот, это активные, непрерывно поглощающие информацию маленькие человечки. Они стараются всё улыбать из окружающего мира, окружающей их среды. Дети сравнивают, она их наподобие как губки, которые впитывают всё окружающее. И здесь роль взрослого – это подготовить и организовать развивающую среду, пространство, которое позволит детям самостоятельно, это один из её принципов, исследовать и обучаться. Занятие по методу Монте-Сори строится по принципу знакомства с каким-то понятием, узнавания его и закрепления. И также вот она говорила о том, что роль взрослого, помимо того, что организовать вот это вот развивающее пространство, важно давать детям делать ошибки, самим стараться и исправлять, относиться к детям с уважением, предоставлять и слушать их мнение. Конечно, если необходимо, то давать ребёнку пояснение при выполнении каких-то тех или иных заданий. И, конечно же, ориентироваться на возраст и особенности развития детей. Ведь не зря Мария Монте-Сори начинала с того, что она занималась детьми с ограниченными возможностями. Но в дальнейшем уже в своём центре, когда она уже разработала свою методику, она стала использоваться широко и используется по сегодняшний день для развития детей с самого раннего возраста. Сенсорного и большой акцент берётся на сенсорное развитие. Мария Монте-Сори разделяла два периода. Период бессознательного, как она говорила, впитывающий разум. Он происходит где-то с полутора до трёх лет. В этот период дети естественным образом всё впитывают, всё, что их окружает, не осознавая, что они делают это. И дети используют свои органы чувств, без труда изучают и поглощают огромное количество информации. Второй период – это сознательный, впитывающий разум. И он происходит в возрасте трёх-шести лет, когда дети также поглощают всю информацию, но при этом выходят за рамки того, что просто собирать информацию. Они начинают анализировать, понимать, осмыслять и применять её на практике. И вот сегодня я хотела бы вам показать и рассказать про серию книг, которые ориентированы первого периода, вот того самого бессознательного. Это книги «Метода Монте-Сори». Называется «Моя первая книга. Развитие через игру». Она охватывает различные темы. И эта книга, серия книг итальянского тандема, довольно хорошего тандема, состоящего из автора Киара Пероди и художника Агнеса Боруцца. Они создали замечательные серии книг. И это не только первая книга, сегодня я вам рассказываю про маленьких. Которые помогают развиваться детям по методике Монте-Сори. Киара Пероди – это итальянский психотерапевт, специализирующий в области психопатологии детства и юности. Она последовательница Мари Монте-Сори. И взяла все самое лучшее из ее метода. И создала такие яркие книжки, которые не оставят равнодушным ни одного малыша. Метод Монте-Сори в большей степени – это развивающая среда, различные пособия, с которыми ребенок взаимодействует. Киар Перодиан перенесла все это в такие замечательные пособия. Вот книжечки небольшие. Они сделаны из плотного корсона, что возраст от полутора до трех ребенок может спокойно познавать и не ломать на различные тематики. Как я уже говорила, темы такие, как животное, ферма, эмоции, формы, цифры, фрукты, в саду. Имеет небольшой формат. Это нужно взять с собой. Книги эти ознакомят с окружающим миром ребенка. А также, чем интересно, что эти книги, книги представлены в забавной истории, которая понравится и позабавит малыша. А задания, которые сделаны на мелкую моторику, закрепят его знания. И вот первую давайте рассмотрим книжку. в которой она разыскивает его, где же его найти. История занимательная, сопереживательная. И вот бабочка, божикоровка летит, увидит где-то черные пятнышки, говорит, ой, кажется, я нашла. Это вот здесь. Но, оказывается, это бабочка. Здесь рассматривается, как становится бабочка бабочкой. Весь ее процесс становления. Потом она ищет на различных деревьях, свои пятнышки, рассказывает про деревья, про растения, как они выглядят, эти растения. Ищет и говорит, ой, я кажется, увидела на цветочки свою точку. Но, оказывается, что там аж шмель, то оса. То есть, получается, знакомят с различными насекомыми, вот жук, муравей, паук, с птицами. Ребенку предлагается спросить у птицы, посмотреть, как она выглядит, назвать и цвета. И, ну, естественно, в зависимости от того возраста, еще раз повторю, Мария Монте-Сори, она говорила о том, что обязательно нужно от ребенка давать и требовать, получается, тот материал, то есть, понимать в зависимости от его возрастных особенностей. Может быть, вы просто будете показывать, а где здесь дроз, да, или где синичка сидит. Потом спросить у подземных обитателей сада. у ночных обитателей найти, вот кто это, это, казалось, сова. И в завершении, как всегда, все обитатели сада на ребенок смотрят, показывают, вот он, летучая мышь, кто там у нас, лиса и так далее. И завершает эту серию интересная книжка про эмоции. Здесь рассказывается, представлены различные эмоции, например, эмоция радость, описывается, что это за эмоция, например, радость, это когда я чувствую, что мне хочется улыбаться, и я хочу скакать, кричать, ура! И дальше описывается небольшая история, что человек чувствует. Например, я чувствую себя, как щенок, вот именно, когда я ощущаю радость, описывается это ощущение, чувство. я радуюсь, как щенок, который бежит за мячиком, вот так я рад, как вот, и это замечательно, спрашивать ребенка, уже в дальнейшем, это не совсем даже можно с маленькими, как ты думаешь, радость, это как что? Или, например, да, вот страх, страх, когда мне страшно, меня пробивают в дрожь, а по спине ползут мурашки, хочется убежать, далеко-далеко и закричать «Помогите!» И каждый раз рассказывается, вот, например, я чувствую себя кошкой, которая поднимается шерсть дыбом и хочет оказаться больше, чтобы испугаться, страшная тень. Кажется, это враг, но каждый раз заканчивается очень хорошо, что это не враг, а оказалась любимая игрушка. Ну и так далее. Вот грусть представлена, потом грусть, злость представлены, отвращение, и очень описано отвращение, например, я испытываю, когда мне хочется зажать нос, закрыть глаза и убежать от этой неприятной для меня вещи и сказать «Фу!» Но на самом деле мы так это и испытываем, мы закрываем и все эти ощущения прочувствуем. И вот такие замечательные книжки способствуют развитию наших маленьких детишек. Спасибо. 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 . 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 . 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 Вот все серии представлены, которые есть. И данные книжки можно приобрести в школе Семеново. Это интернет-магазин. Это и магазин, можно сказать, как магазин обычный. Магазин работает от издательства Mosaic Kids, поэтому это будет намного выгоднее. В принципе, можно приобрести где угодно. Ну, я вам желаю развивать ваших маленьких детишек с различными интересными пособиями. Ну, на этом все. Спасибо большое. До свидания.